всем привет добро пожаловать в новый влог у нас сегодня выходные без каких-либо планов на субботу без спешки мы отсыпались то мы катался на мотоцикле я была с детьми потом мы ездили на обед в общем знаете так на релаксе на полном и сейчас я сидела на террасе у нас такое приятное солнышко мне кажется даже немножко подпеклась к счастью я наносила даже сюда избив и мне нужно поехать за продуктами а потом я намерена выбрать себе какой-то наряд на завтрашний причастие это будет причастие двоюродной сестры наших мальчиков племянницы томика и у меня конечно достаточно ограниченный выбор я даже вчера была в торговом центре искала то ли какую-то обувь то ли вообще какой-то наряд у меня не так много каких-то босоножек босоножек а в основном или шлепки которые можно и в город и на пляж но они уж точно не праздничные балетки я могу надеть только на полчаса из-за травмы ноги ну и самим нарядом с одеждой у меня тоже проблема потому что не могу надеть брюки так как швы на животе нельзя передавливать мне их частично поснимали вчера но сдавливать нельзя и многие платья и какие-то наряды которые у меня есть они все-таки красивее выглядят с каблуком честно говоря я слегка не так все это планировала но как видите можно что-то планировать а по факту получается все совсем по-другому помните я заказывала зеленое платье в H&M и даже сандалии у меня к нему есть такие на тоненьких ремешках золотистых но как-то я в нем смотрюсь знаете как гора какая-то поэтому его я верну и я думаю что я вам покажу что я там придумала возможно для кого-то из вас это тоже будет актуально потому что очень многие не могут носить каблуки по долгу или вообще по каким-либо причинам ну и тоже стараешься выбирать что-то более-менее комфортное я сегодня в черном платье миди и в целом я могла бы тоже пойти в нем если все будет сильно плачевно но в черном на такой светлый праздник если ничего не выдумаю то в принципе можно будет пойти и в черном никто меня выгонять не будет причастие Игната у нас будет через две недели я не думаю что к этому времени что-то сильно изменится с моей ногой но главное что это тоже заживет мне писали что у вас также были проблемы со связками и да что это не одна-две недели поэтому вот так но ничего страшного для меня это тоже будет определенный модный вызов выбрала всем что надеть помимо томика пусть он сам решает у меня будет черная сатиновая юбка ее я подтянуть чуть вверх когда пойдем в костел чтобы не было видно живота у меня правда там тоже пластырь ну короче это самое оптимальное что можно было придумать и что сойдет без каблука вот такой объемный топ показывала вам его в покупках это резервт актуальная коллекция серьги круглые H&M с обувью я тоже определилась пожалуй это самое подходящее для меня сейчас вот такие слингбеки из Zara они из кожи очень мягкие актуальная коллекция у меня 38 размер в стиле кос можно сказать и даже если они будут давить мне пятку сзади у меня сзади тоже опухает блин я смогу снять вот эту шлейку по поводу сумки я подумаю возьму или вот эту круглую для того чтобы поддержать что-то круглая в виде сережек или же где-то надо найти у меня есть тоже черная очень лаконичная а это алиэкспресс она хоть и не была дешевая но она очень здорово выполнена и я достаточно часто ее ношу она у меня уже года два наверное если не больше кукла куда ты едешь на пикник где tata где tata куку их тут у нас много и она как пенела нога не уйти с ней никуда ни умереть упс Талерик. Кубки! Кубки! Ну, кто ты за что обсуждал? Что вы делаете? Уважаете с этими ножами? Стругать, а? Мама, а вы? Мои спички нас очень выручили. Иначе мы бы не разожгли огонь. Слday. Нелина. Конечно. Грустить. Грустить. в племя Теребутина. Когда от народа глухнет, поиграют в племя от роботных людей. Едет наш модник. Честь! Наши дети переехали в палатку рядом с домом. Это двухместная палатка Томека, с которой они ездили как-то на море. С детьми, когда я не могла. И вот они тут спали. Зачем им свеча? Хороший вопрос. Но это надо забрать. Не дай Бог. Скажу, что нельзя. Это у нас такой туристический столик. На кемпинге тоже очень удобно. Он совсем недорогой. Из Лидла, по-моему, складывается в такой чемоданчик. Компактненько получается. А еще у нас есть тоже туристический набор, в который входит кастрюля. Все это здорово складывается. Я обожаю такие вещи, но я и кемпинг это не совсем совместимо. Я не фанат, хотя может я просто не распробовала. Тарелочки. Дуршлаг. Это они планировали здесь есть. Сковородка. Как-то она раскладывается, но я сейчас вам не покажу как. Короче, где-то к ней была ручка и чашечки. Очень здорово. А свечу мы забираем. Интересно, они будут здесь ночевать сегодня или нет. Но им очень сильно понравилось. Собираюсь на праздник. Мальчики в восторге от того, что они спали в палатке всю ночь. И сказали, что вы спались. Даже не было холодно. Я переживала только за это. Но я стараюсь не запрещать им реализовывать какие-то такие идеи. Нанесу кремовый бронзер. Сначала на руку. Вбиваю в кисть, которая распределяла легкий тон. Прорисовываю скулы. Можно даже поактивнее. Я не знаю, как бы отреагировали мои родители, если бы я сказала им, что хочу сделать что-то такое. Но, честно говоря, лично для меня это ничего не меняет. Для них прикольный опыт. И, опять же, я думаю, что они это будут вспоминать через много лет. В общем, мы планируем поехать на нашем кампере на Польское море. Не знаю, как там выйдет. Но есть определенные какие-то планы, конечно, строить. Это, в нашем случае, не самая реализуемая задача. Но, во всяком случае, у нас есть такое желание поехать, знаете, хотя бы на выходные. Дети любят кампер, а я больше за комфорт. И когда очень много людей в кампере, то, блин, ну мне сложно спать. А так вот, если поехать только с семьей, то я за. У нас у дедушки дом на колесах. Я вам снимала рум-тур в прошлом году. И они ездили с папой и с дедушкой в прошлом году. Им очень понравилось. Они были неделю в Хорватии. Но я на такое, наверное, не готова. Мне нужно попробовать бронзер у меня. Эвелайн хайлайтер от Lamelle. Оттенки 402. Они в прошлом году первый раз поехали на кампере. И уже знают, какие там есть недостатки. Что нужно немножко как-то подкорректировать. Там с этим скондиционером была какая-то проблема. Но когда ты едешь на море, там, блин, плюс 30. И ночью тоже жарко в маленьком пространстве. Тоже это все нагревается за день. В общем, они протестировали. И я думаю, что я тоже решусь. Ой, девочки, я все хотела у вас спросить. И забываю. Как раз хороший случай. Короче, я сегодня утром встала. У меня отдавлена подушка на этой части лица. Я попыталась сделать масочку. Микротоки. New Face. Но имеет ли смысл покупать какую-то бьюти подушку? Их так много сейчас. Многие их рекламируют. И мне тоже предлагали. Я не соглашалась не потому, что я в это все не верю. Но я вообще хотела узнать у вас, как у, возможно, пользователей, если вы приобретали. И какой фирмы. Вот чтобы это была подушка, наверное, ортопедическая в первую очередь. А во-вторых, чтобы это не отражалось на лице. Потому что у меня бывает такое очень спокойно сплю. И я не кручусь в течение ночи. Я могу лечь и точно так же проснуться. И если где-то там неудачно изначально придавил подушку своим фейсом, то потом подушка с тобой остается на пол дня. Кремовые румяна. Хочется сегодня чего-то такого натурального. Пай Супер Глоу. Это Пай Са. Свежачок. И консилер пусть тоже будет со свечением. Это Лан Ко. Он уже потихоньку заканчивается. Классный. Май у нас достаточно насыщенный на праздники, как видите. И даже июнь. Потому что в начале июня будет причастие Игната. Зафиксируем все пудрой. Тоже Эвелайн. Мне надо купить зеркало, в которое я смогу смотреться, когда крашусь. Потому что я человек, которому нужно уткнуться в маленькое зеркало. Но я потом закрываю вам пол экрана. Поэтому я подглядываю сюда. Когда мне нужно понимать вообще, что происходит. Но экранчик маленький. От камеры. Там вообще не особо что-то видно, если честно. Пудру на периферию я не хочу использовать. И также бронзер какой-то потемнее. Поэтому возьму достаточно светло. Очень красиво. Это корейский. Досик. Какой-то. Очень легкая. Буквально, чтобы фиксануть это все. Потому что сегодня должно быть достаточно тепло. Чтобы мне сказать жарко. На глаза у меня не остается времени. Я предпочла выспаться. И возможно мы даже опоздаем немножко в костел. Он очень маленький. И не факт, что все гости поместятся. Поэтому мы наверное только в конце службы приедем. Возьму ту же палетку. Кстати, очень здорово использовать в качестве теней. На большую кисть. Только в складку века немножко. Для губы у меня будет комбо от Peze Coral Nude. Я вам показывала его в мастхевах на весну. И говорила, что девочки, не пропускайте видео. Записывайте, что за помада. Потому что потом будете спрашивать. И так оно и произошло. Потому что когда я была в Варшаве. И собиралась на концерт. Столько комментариев, на которые я не успела ответить. На все прямо, да. Что за помада, что за помада. Это комбо. Контур есть. Теперь жидкая матовая помада. Она еще и стойкая. Вот такой освежающий макияж у меня сегодня получился. Прям персик. И сейчас быстро бегу сушить волосы. И я выбрала для себя наряд. Мне все равно какая у меня будет укладка. Потому что я соберу или пучок. Или низкий хвост. Потому что хочется, чтобы акцентом оставался топ. А волосы я дополнительно украшу вот такой штучкой из Алиэкспресс. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что-то я не припоминаю, что было столько организационных моментов, когда у Захара было причастие у нас, это всё организовывает школа, то есть она договаривается с Кщензем, это батюшка в католической церкви, и так как его крестили в одном костёле, а причастие будет в другом, и мы приписаны ещё к третьему костёлу, то немного было с этим беготни. Я уже в ресторане практически договорилась, я определилась с меню, нужно окончательно всё обсудить, чтобы ничего там нигде не напутали, нужно забрать костюм, он уже готов, никак не могу туда доехать в течение недели. Нужно забрать туда ещё Игната. Так, у нас ещё между родителями там, знаете, видеограф, фотограф, цветы, какие-то подарки там для учителей, для директора школы, и, короче, школьные оплаты, костёльные, вот это всё, это вроде как мелочи, но это всё занимает тоже время. Это при том, что мы не устраиваем такой банкет, как это бывает в Польше. Помимо этого, мне сегодня наконец-то будут снимать швы с живота, всё хорошо заживает, слава богу, я надеюсь, что так оно и будет. С моей ногой всё серьёзнее, чем предполагали. Ну как, чем сказали на скорой, я, конечно, с этими связками вляпалась достаточно серьёзно на несколько месяцев, и вы мне писали, да, что связки это серьёзно, и некоторые даже спустя много лет там чувствуют боль в ноге, и ноги отекают, и, короче, я ещё и хожу постоянно на всякие там ЛФК, на процедуры, на лимфодренажный массаж. Мне показали, как делать массажи дома самостоятельно, потому что, в принципе, я могу функционировать, но нога достаточно быстро отекает, и мне желательно лежать, чем шевелиться. Но это настолько сложно, я должна сказать, ну то есть, когда у тебя семья и собака, и когда у тебя какие-то дела, которые я тоже не хочу сваливать на Томаша, потому что он обалдеет. Если это на несколько месяцев, я себе не представляю, как он совсем справится. Сегодня должны приехать какие-то там вещи для Захара на причастие, он ненавидит классическую одежду, но я всё же заказала ему брюки и рубашку, и какие-то там удобные, знаете, даже не туфли, а типа как они называются. Ну, в общем, приедут, я вам покажу, и, господи, мне настолько сейчас хорошо, у меня огромная проблема с обувью, и мне приехала такая находка, я обязана с вами этим поделиться, потому что это облачко на ногах, я никогда бы не подумала, что я буду восхищаться этой парой обуви. Короче, мне приехали слайдеры, это шлёпанцы Adidas Easy, и вообще-то я раньше их видела на других, но как-то так не знаю, я думала, почему от них все фанатеют. И теперь у меня есть вот такие, которые я уже нацепила дома, боже, мне в них так удобно, они есть разных цветов, и ярких, и вот таких классических, у меня Bone, и у меня размер 39 на 37 с половиной. Я взяла себе вот такие светленькие, буду гонять в них летом, если так дальше пойдут дела с моей ногой, то и на причастие в них пойду, я шучу, но в каждой шутке есть доля правды. Они такие лёгкие, они такие удобные, мягкие, я просто в шоке. И я их заказывала, достаточно сложно найти вообще где-то в продаже, и тем более в разных расцветках и в нужном размере на Prime Goods. Вот, у них есть и польский интернет-магазин, и также европейский, и они доставляют во все страны Европы, и у них только оригиналы. Это, кстати, третья пара обуви, которую я там заказывала. У меня есть New Balance 550, также я наконец-то только у них нашла Ugi, которые я с удовольствием носила зимой. Самолёт, я аж испугалась. И вот сейчас заказала Изи, и у них есть и Adidas, и Nike, и New Balance. Из Adidas там вообще и самбо в самых популярных расцветках. Также Gazelle, вот вся самая модная, актуальная спортивная обувь. У них есть Nike Jordan, причём как мужские, так и женские. И я попрошу, чтобы вы мне дали скидку для моих зрителей. Заглядывайте в инфобокс, обязательно оставлю вам там, потому что любая скидка всегда приветствуется. И если вы хотели бы там купить даже Ugi, например, на зиму, то сейчас это тоже возможно. Ugi у них до сих пор есть. Я глянула только что. В общем, выбор просто великолепный. И вот эти слайдеры Изи, это нечто. Они, кстати, так, знаете, очень аккуратно смотрятся на ноге. Они очень симпатичные, я думала, что 39-е, они такие как надутые, я думала, они будут огроменными. Нет, на самом деле очень такие компактненькие, и они не парят. Теперь я понимаю, почему за ними все гоняются. Я думаю, Захар сейчас придёт со школы и будет просить померить. Но у него уже нога побольше будет, чем моя. И скажу, что нет. Очень крутые. Я не ожидала. И это прям супер. Девчонки, кто хотел, искал какую-то самую популярную обувь на Prime Goods, они есть. Ой, какие они крутые. Вы себе не представляете. Это нужно хотя бы один раз примерить на себя. Я не хочу из них вылезать даже дома. У меня сейчас нет домашних тапочек. Я ходила в шлёпках других, и я мёрзну. Ну, то есть от пола мне некомфортно без домашней обуви. Их хотя бы дома сейчас поношу. Их потом буду надевать на улицу, обувать. Это вот моя нога. Это она сейчас в более адекватном состоянии. Обычно бывает хуже. Ещё хотела бы показать вам два платья из Reserved. Я вообще много чего заказала, но оно поедет обратно. Мне вообще не нравится. Я вернула всё-таки бежевый костюм вязанный из H&M. Вот у меня были сомнения. И как-то тоже вы мне понаписывали разные комментарии. Неплохие. Это была адекватная критика. И вы тоже подтвердили то, что вот меня как-то там где-то смущало. И я решила перезаказать в Reserved, но вот такого василькового цвета. Платье Миди. Сейчас надену и покажу вам. Какой красивый цвет. Он так здорово оттеняет мои глаза. И вообще, мне кажется, он мне подходит. У меня не так много вещей такого цвета. Летний комбинезон и свитер. И каждый раз, когда я надеваю, мне кажется, симпатично. И девочкам-брюнеткам тоже такой подойдёт. Онлайн была скидка 20%. Так что очень удачно. И чёрное платье необычное. Давайте покажу вам. Потому что мы скоро уезжаем. И я думаю, что потом я вообще об этом забуду. Вот это платье на мне. Видите, что оно с вырезом? Сзади тоже такая открытая спинка. Спереди у нас рюши. И здесь есть подкладка. А в области груди нет. Поэтому нужно надевать какое-то бежевое бельё. И оно даже не Миди, а Макси на мой рост получается. Я его не отпаривала. Но я уже вижу, что я его оставлю. И внизу оно как колокольчик. То есть не сужается к низу. Нравится оно мне. Ещё и за такую цену. Вообще супер. Вау-вау-вау. Это пожар. Чёрное, лёгкое, наверное, даже больше вечернее, летнее платье. Асимметричное на одно плечо. С вот таким декоративным элементом. Он металлический. Немножко открыт живот. Но завышенная талия. И даже мои шрамы не будут видны. Низ выполнен таким образом, что здесь запах. Такой конкретный. И при ходьбе будет видно ножку. Конечно, здорово было бы с вечерней сумочкой, с каблуком. Но имеем то, что имеем. Ещё можно добавить серьги какие-то помассивнее золотые. Классное платье. Я себя в нём даже как-то особенно ощущаю. Если честно. Бегу снимать швы. Все мои 16 штук. И потом мне нужно ещё заехать за продуктами. Завтра мы устраиваем большое барбекю. Я решила пригласить не только друзей Захара, но и их родителей. Нам настолько повезло в школе. Вот и в классе Игната, и в классе Захара. У нас такие крутые родители. Причём вот со многими. У нас настолько близкий контакт. Не только в рамках школы. Вообще мы встречаемся вне школы. У нас там какие-то поездки бывают. Из-за причастия, кстати, мы с Игнатом не поехали. Ну, то есть класс Игната организовывал поездку. Они снимали отель. Вот и зимой я тоже не ездила. Потому что снег. И я боялась, что будет скользко. Не смогла бы ходить. Поэтому две последние поездки я пропустила. Но и с мамочками отдельно мы встречались. Там просто на просеках ходили. Без мужей, без детей. И да, Новый год мы вместе праздновали. Очень классные родители. То есть эта школа подарила нам ещё и классные знакомства. И я хотела бы что-то такое вкусненькое приготовить. И всё это организовать. Я люблю принимать гостей. А так как у нас новый электрический гриль, то сейчас всё гораздо быстрее и проще. И да, ещё утром нужно успеть забрать костюм Игната. И потом уже будем вместе с вами готовить. Вот это я закупилась на гриль. У меня пол холодильника мяса. Я не знаю, как все это всё съедят. Но у нас завтра будет 15 человек с нами. Дети завтра едут на экзамен. Старшие Захара и его одноклассники. А я буду готовить. Я очень давно хотела, знаете, сделать такое застолье для друзей и знакомых. Ну что за пенькности. И теперь, как пани мысль о дугости спотни. Чё хцэ пани такую дугости, чё будем её скратить? Мужчим и скратить. Ну а роза пни, Игнаш? Чё за красотун такой элегантный. Уже мы не будем бабочку сейчас надевать. Костюм готов. Ну покажь в środку. Покажи. Такая модная подкладка. Ну всё, моделька. Теперь у нас есть всё. Бабочка. Белая рубашка. И сам костюм. Уже укоротили брюки. А это у меня заказ для мальчиков. Захар у меня буквально со всего повырастал. Заказала ему новую рубашку. И он у нас достаточно высокий парень. Потому что вещи я ему беру на 13-14 лет. И завтра он тоже наденет её на экзамен. Экзамен по английскому в рамках сертификации Кембридж. Галстук у нас будет на причастие Игната. Вот такой крапинку. Кстати, недорогой. Также обоим взяла ремни. Это Игната. Захарочка ещё запакован. Но мы примеряли. Просто оставила в коробке. Нужно это всё разложить. Также Захару взяла обычные синие брюки. Это на причастие. И в школу они носят серые. Обуви Зары я заказала для подстраховки. Если из-за Ланды не подойдёт. Вот такие замшевые макосины. Только на худенькую ножку. С невысоким подъёмом. Захар не влез. Поэтому едут обратно. Я думала, что на причастие пойдёт. Ну и в школу ему тоже удобнее было бы ходить в таких. У них на каждый день можно в кроссовках. Это чисто, знаете, на выпускной, на какие-то торжественные мероприятия, на первый звонок. И также взяла Игнату. Вот такие. Они не кожаные, но поедут обратно. Они, конечно, более стильно выглядят. А стоят дороже, чем кожаные. Сейчас покажу вам кожаные. Уже четвёртый год подряд покупаю им классические туфли. Вот эта фирма. Она у нас представлена на Золанду. Но сейчас праздничный сезон. И было много причастий. У нас как-то так в конце. В основном у всех в мае причастия. И это кожаная обувь. Там есть такие красивые модели. Знаете, как мини-мужские с узорчиками. Там всякие. Но вот эти тоже самые обычные, классические. И они ещё и были с хорошей скидкой. Это для Игната. И у нас были разные. Они потом переходят по наследству. Мальчикам помладше. Потому что дети, конечно, такую обувь не с нашего. А у Захара аж сороковой размер. В Заре я взяла тридцать девятый. Больше не было. Возможно, поэтому он не вляс. Но вообще у нас, конечно, с Захаром с обувью достаточно большая проблема. Из-за высокого подъёма. Вот такие тоже самые. Обычные, простые. Это мы расшнуровываем так, чтобы вообще можно было залезть ногой сюда. И они тоже дешевле, чем Заровские. Мы не покупали готовый костюм. А шили под заказ вот этой фирме. Я снимала вам там влог. Выходил где-то в мае. И, в принципе, качеством довольны. Но полностью наряд нам обошёлся где-то в 650 злотых. Ну и всё за красавцы у меня такие. Я прям не могу. Элегантные. Когда они так одеты, я вообще не могу поверить, что это мои дети. Ведем на экзамен. Пожелаем Захарчику удачи. Я тут как разворошила свою кухню ещё со вчерашнего дня. Никак не могу закончить. Хотя уже нужно расставлять тарелки. Вчера вечером сделала чатни из лука красного. Не буду открывать. Короче, это типа как остро-сладкое варенье из лука. И оно очень вкусно. С мясом. Также подготовила спаржу. Я это всё буду запекать, когда придут гости. Когда уже мясо будет на подходе. Просто с чесноком, с солью и с оливковым маслом. Здесь у меня цитная капуста, которая должна была быть в виде стейков. Но очень маленькая. Пока что и крошится. Такая, знаете, нежная. Поэтому так замариновала. Всё делала на глаз, девочки. Перемолола помидоры из баночки с оливковым маслом, с паприкой. Копчёный с обычной паприкой. Запеку это 10 минут. Нет, 15 при 200 градусах. И дальше выложу нечто такое. Я специально всё это не перемешиваю пока что. Моцарелла с песто и с помидорами черри. Выкладываем на подпечённую цветную капусту. Посыпаем пармезаном. Печём ещё 10 минут. Это у меня хлебушек. Он тёмный. Тоже с вялеными томатами. Рецепт из термомикса я как-то вам показывала. Пекли вместе с вами. Это салат нарезанный, которому я уже сделала сырный соус. Здесь сметана. Сыр с плесенью. Тоже на глаз всё делаю. Но наливаю где-то в столовую ложку на большую порцию соуса. Вот чего-то такого. Это соус, название которого я никак не могу выговорить. Покупаю его на iHerb. Он-то бывает, то нет. Соевый соус. И также уже заранее поджарила бекон. Когда придут гости, я полью это соусом немножко и выложу бекон. Тоже как-то сто лет тому назад показывала вам. Это очень-очень вкусно. Закуски готовы. Я ещё сделала гуакамоле, начесы, фрукты. У нас арбуз и клубника. Арбуз, между прочим, вкусный. Вот, наконец-то использовала поднос. Здесь у меня хумус, всякие сырые овощи, орешки, камембер, варенье из мандарина, хлебушек, ещё овощи, соломка к хумусу. И я, наверное, потихоньку буду с вами прощаться. Мне нужно переодеться и буду встречать гостей. Где-то только под музычку уже увидите последние кадры. Не забывайте поставить пальчик вверх. И на всякий случай пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok